На передовой борьбы с COVID-19 оказалась Республиканская инфекционная больница в Петрозаводске. Ее работа переведена в особый режим, как и во всех лечебных учреждениях Карелии. Отменены плановые мероприятия. Здесь работает ежедневно по сменам 300 сотрудников больницы. Поддержали медиков, владельцы нескольких петрозаводских кафе и ресторанов, в их числе молодые предприниматели, которые недавно открыли предприятие общественного питания. Они угостили персонал инфекционки пиццей. Спасибо огромное. Люди работают без остановки, они заботятся о нашем здоровье. У них нет возможности как-то свободного времени себя обеспечивать всем, чем хотелось бы. Те же обеды, ужины, завтраки. Они на острие атаки. Это инфекционное деление. К ним всех и привезут первыми. Поэтому они заботятся о нас, мы заботимся о них. 20, 30, 40, 50 масок в день шьют сами, принимают у мастериц города. Одна из городских клининговых компаний столкнулась с дефицитом масок, в том время как для их работы они были необходимы. Мы заказали партию масок. Они оказались очень красивые, очень жизнерадостные, классные. Мы нафоткались все в Инстаграме, в ВКонтакте, разместили фотографии. Нам начали писать, мы хотим купить, продайте нам, продайте нам. Мы подумали, что почему бы не дать такую возможность людям. И решили, что большую часть прибыли с этой продажи мы будем пускать на то, чтобы отшивать маски врачам на материалы, на зарплату швеем. Получается такой очень классный флешмоб, который мы все организовываем. Маски передают медикам в лечебные учреждения, в инфекционную больницу и республиканскую, на станцию переливания крови. Везде оригинальные изделия медики принимают с удовольствием и благодарят. Целый день в напряжении, отвечая на звонки тревожных пациентов. При этом часто приходится задерживаться, говорит старшая медсестра терапевтического отделения первого городской поликлиники Ирина Солуянова. Поэтому не всегда удается воспользоваться организованным для медиков транспортом. Поликлиническая работа, она немножко отличается, например, от работы, которые происходят в отделениях больниц. У них больше персонала приезжает вместе, уезжает вместе. А у нас ненормированный почти сейчас получается рабочий день, очень напряженный. На смену и домой Ирину Владимировну сейчас возят волонтера. Одна из юридических фирм города, пока не работает общественный транспорт, вызвалась помочь в доставке медиков на работу. В «Контакте» в своей группе оформили сообщение, что помогаем выезжать медикам на место работы. Ну и, в принципе, началось там, звонки постоянно идут. Несколько сотрудников фирмы ежедневно возят на работу и обратно 10-12 медиков. Дмитрий Ефимов называет эту помощь минимальной, но очень важной для скорейшего возвращения к обычной жизни. Поддержка медицинских работников – это выражение благодарности за их самоотверженный труд. Ваша поддержка и слова благодарности сообщения гостинцы придают нам силы, уверенности, что мы справимся. Мы не одни, вы с нами. И за это мы говорим вам спасибо! Светлана Воробьева, Алексей Миронов, Сергей Беляев, Александр Борисов. Служба новостей.